Добрый вечер! И как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. На этой неделе хотелось бы начать с нашего маршрута Север-Юг. Север-Юг, наземное метро, как только его не называли. Закончили очередной этап этого маршрута, это улица Софийская. Сейчас ведется обкатка, вагон выезжает на обкатку, уже этой ночью обкатка закончилась. И фактически это путевое хозяйство по улице Софийская уже готово к его дальнейшему использованию, подозначению. Теперь остался новощепной ряд и можно сказать, что маршрут Север-Юг может быть уже запущен. Это действительно событие в нашем городе, потому что фактически действительно мы получим магистральный маршрут, который соединит спальные районы города между собой. И напоминаю о том, что мы говорили ранее, как раз к окончанию ремонта новощепного ряда уже и будут известны результаты этого тендера. И по маршруту Север-Юг уже пойдут новые современные составы. Немного о нашей текущей работе. А текущая работа – это новые назначения, которые были на этой неделе. У нас в городе новый руководитель ЖКС «Охмельницкий». Им стал Александр Новицкий, достаточно известный в Одессе как общественный деятель, так и журналист. Но мало кто знает, что у него еще есть большой опыт этого руководителя, хорошего менеджера. И я думаю, что все эти качества помогут ему на новом месте работы. А помимо этого, у него действительно, надеюсь, есть желание работать, есть отравление, вдохновение и какие-то новые, нестандартные идеи, а соответственно и это решение. Будем видеть, я уверен, что будут эти результаты достаточно быстрые и это хорошее. Также на этой неделе начал свою работу новый руководитель департамента экологии. Молодой человек, но с большим опытом уже работы. Он не работал ранее в Одесском госсовете, он не чиновник. Поэтому его взгляд, какие-то новые решения, уверен, тоже это помогут в нашей работе, в нашей команде. Развивая тему экологии, также хотелось бы рассказать о том, что на этой неделе, в четверг, в пятницу, мы вычистили полностью всю Лузановку, весь пляж, береговую линию от тех водорослей, которые там были. В этом году действительно их было очень много. Мы вывезли это порядка 120 тонн водорослей. Действительно, вода стала чистой, в воду люди заходят с удовольствием. В дальнейшем такие работы будут вестись и по остальным пляжам, где в этом есть необходимость. На этом на сегодня, наверное, все. Мы работаем дальше и о результатах нашей работы сообщу вам через неделю. До новых встреч!